Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Марканталии. Идем в магазин с обувью. Называется Floyd. Самый распространенный магазин в Турции, под моим наблюдением. Посмотрим всю обувь. Женскую, мужскую и немного детскую. В общем, пойдемте уже углубляться. Сейчас немножко глянем в витрины, вот, чтобы понимали, что предлагают. И уже потом пойдем внутрь. Так, 140 лир, 160 мужские ботинки. Пойдемте сразу же. И женские ботинки 140-180 лир. Интересные такие цены. Так, подростковые, наверное, где-то так, 210 лир. Кстати, здесь есть все фирмы, плюс также фирма от Float. Видите, тут поло есть. И такие детские, прям девчачьи. 80 лир. Вообще, он за 60 лир. Ну и выглядит как зимний, но я бы сказала, наверное, осень-весна. Начинаем с женской коллекции. Сейчас еще плюс распродажи. Сейчас будут всякие. 290 лир, потому что зима заканчивается. 200 лир ботиночек. 260 вообще модный. Как будто из Канады такая штучка. Кленовый лист. Выглядит массивно. Ну, не знаю. Насчет качества. Какие-то отсюда хорошие мы брали, качественные. Вот как раз, мы все время забываю, по-моему, найковские единицы у кроссовки брали отсюда. То есть, нормально. Вот половские ботинки за 200 лир стоят. 300 лир. А мне брали сандалии, они развалились. Вот. Так что 250 лир. Интересные такие. Я раньше не видела. Вы же такие видели, я еще нет. Такие классические за 240 лир. Тоже половские, половские. Кеды 300 лир. Ладно, пойдемте, наверное, по такой модельной обуви. Или как это обозвать? 200 лир у нас полусапожек. Это прям такая весна. Такие они тоненькие-тоненькие. Тоже 200 лир, 180 лир. Так по карте, да? Да. Полусапог у нас такой очень интересный. Мне подошвы не очень нравится. Он какая-то не очень красивая. 170 лир. Вообще за 110 лир, ребят, замша. Ну, под замшу. Я не думаю, что это настоящая замша. 210 лир. Тоже такая интересная моделька как бы с сеточкой. Да, если переводить в рубли, вообще классно. Помощник номер один. Помощник номер два. Заснул с мультиками. Следующая у нас моделька с вами 170 лир. Вот такие сейчас модные ботиночки за 230 лир. Ну, кстати, в Анталии, в принципе, вот если на анталийскую зиму, я всю зиму в кроссовках проходила. Кроссовки за 180. Так и вот такие мне ботиночки понравились. 220 ботинки. Можно купить здесь у кроссовки прям очень большой выбор за 170 лир. Такие беговые, легенькие. Так, ну пойдемте еще в царство кроссовок. Пока по пути встретились. 230 лир. Так, я иду медленно. Если что-то понравилось, останавливайте. Не каждую цену называю. Смотрите, 140 лир. А то мы с вами... Смотрите, какой-то огромный, кстати, магазин. Я уже говорила, да, что в Марканталии мы. Сейчас покажу. Там ни конца, ни края. Так, чтобы мы с вами себя недолго ходить. Модные змеиные за 190 лир. Кстати, вот выглядит, как бы сказать, не совсем, да, прям презентабельно, но такие очень удобные. Я не про фирмы, а именно вот то, что они просто сверху резиновые и все, прям по ноге садятся. Ну, им, в принципе, некуда деваться. Вот. Что можно сказать? Кроссовки, кроссовки по правую руку. Давайте по левой посмотрим. Прям вообще супер модные, судя по подошве. Огромные. 300 лир. 330 лир. Что это у нас? 220 и 340. Черный ботиночек. Смотрите, сумка на мега-мега распродаже за 70 лир. Четыре раза ее уценивали. Так, и лаковый ботинок. 240. Это больше уже под классику, да? 420 лир. Ну, выглядит классно, кстати, на самом деле. Качественно. Ну, такой самый обычный полуботиночек за 190 лир. Сумки здесь тоже есть. 230 лир. Ну, не так же прям много, но есть. 200 лир такая стоит сумочка. Здесь у нас фирма тапки фирменные Lumberjack. Так, сколько они стоили? 60 лир по скидке. И половские тапки по 50 лир. И женские, и мужские. Сейчас супер распродажа. Вечный помощник, оператор. Так, ну, туфельки. Кстати, я уже не знаю, что модно, потому что, мне кажется, здесь и зимой, и летом носят в основном все в кроссовке. 130 лир. Ну, такие, мне кажется, это прям вечные. Всегда были. 160 лир. И 180. Так, еще немного туфель. Такие классические. На низком каблуке. 180 лир. О, смотрите, какой ботинок. Жалко, нет цены. Классно. О, вот интересные, какие спрозрачные. 210 лир. Он же не знает, куда деться. Замучили ребенка. Так, а здесь последний, да, размер. Почему только написано ферсат? А, нет, вот сон. Последний, наверное, я так думаю. А, шанс. Последний шанс, понятно. Вот. Последний шанс составит два одинаковых ботинка. Вот можно на распродажах себе что-нибудь понабрать такое бесценного. Да, бесценного. Здесь, кстати, много чего интересного на последних размерах. И будет стоить это, конечно же, все дешевле. А последних размеров очень-очень много. Аж четыре вот таких вот витрины. Ну, мы углубляться не будем, потому что они постоянно меняются, да. Зачем оно нам надо? Я нашла замшевые ботинки в последнем сороковом размере, но не знаю, сколько они стоят. Женские? Да, женские. Переходим с вами в мужской отдел. Начинается все с кроссовок, как всегда. 210 лир. Очень много кроссовок, кроссовок, кроссовок. И там уже последние размеры, да, у нас. Я даже не знаю, вот как. Кроссовок такой, кроссовок такой. В женском хоть какое-то разнообразие, да. 250 лир. 250 лир. 260 лир. Вот это фирма какой-то. Кинетикс. Кинетикс. Распространенная, смотрю, тут у них. Ламбергджек. 350 лир. С фиолетовой подошвы, кстати. Что тут у нас интересного? Интересно, это женские или мужские? 530 лир. Так, вот это уже поинтереснее. Найковские беговые. 830 лир. Тоже 830. И вот целый стенд найковской обуви. Найковских кроссовок по 900 лир. Вот такие. О, Adidas затесался. 600. Тоже 600. Что-то Adidas у нас сегодня проигрывает Найку. Да. Ну, прикольные. Тоже Adidas. Puma еще есть тоже по 600 лир. Такие более, мне кажется, для, ну, повседневки. Ага, я уже показывала. 1000 лир. Да. Ой, ну, вот на рубли перевести дешево прям получается. Да, есть. 730 лир. Угу. 730 лир, блин, классно выглядит. Мне прям понравилось. Так, и у нас уже стеллажи последних размеров. И в конце мы посмотрим новую коллекцию. В общем, все с вами наоборот сделали. Кстати, максимальный здесь вроде 45-й. Насколько я вижу. 45-й. Что-то цены. Почему нет нигде цен на последних размерах? Непонятно. Огромный выбор разнообразных. Туфель, ботинок. 150 лир. И недорого. 100 лир. Конечно, цены прям удивляют. 200. 240. Так, тоже 200 вот этот. 150. 160. Но выглядит прям классно. Я не знаю, кто покупал обувь, поделитесь, пожалуйста. Потому что у нас есть как положительный, так и отрицательный опыт. Вот. 230 лир. Такие прям массивные. 130 лир полуботинок такой. Так, ну вот прям ботиночек уже 140 лир. А тут вроде за 90 лир красотки, да? От 90. Потому что я вижу 150, 130. Ну, в принципе, все недорогие. Давайте эти глянем. 200 лир висят вот. Такие 110 лир. Очень дешево, да? Мне кажется, очень. Это 90 лир. Отдел с кедами. Так, 230 лир. Я уже запинаюсь. Что еще интересно тут? Есть такие замшевые. Тут, правда, впечатление, что уже поношенные. 420 лир, но может уже удобно. Как раз разносили. Да, все. Что-то у меня сегодня это прям. Так, 260 лир. Тоже замшево интересно так наружу сделано. Так. А, кстати, вот эти стильки. Это очень интересно. Тут нету этого автомата, который определяет, насколько у тебя плоскостопие. А вот, в общем, во фло, который от Марканталии вниз идет, есть автомат, там становишься. Он определяет, насколько у тебя плоскостопие. И специальную стильку можно выбрать. Вот. Под свое плоскостопие. Так что очень интересно. 60 лир стоит. 250 лир. Денис ее в прошлый раз себе купил. Я не знаю, ты носишь? Нет, эту стильку? Стильку. Другую обувь носил? Удобно? Ну, вот. Если что, 290 лир. Знаете, кто во всем виноват. 60 лир. А, ну вот. 290. 290. Вон, ботинок. Глаз да глаз. Все проверяют, контролируют. 200 лир, 110 лир. Классно? Они у меня почему-то прямо попадаются вечно. 230 лир кеды. Что? С пеннина, с прорезиненной подушкой. Ага. Типа круто? 150 лир. Удобно? Да, 150 лир. Как вы думаете, кожаные? Я так понимаю, что тут написано, что это? Что это? Что это? Наверное, не кожа. Не знаю. 380 лир. Есть такие основательные ботинки за 230 лир. Вообще, 160 лир. Куда-нибудь в горы. Ну, так. Это я уже думаю про нас. В горы топать. 160 лир. А так, конечно, можно и на повседневку взять. Ну, здесь просто жарко в таких ходить. Вам подсказать что-то? Мужчину нужна подсказка? По бобе что-нибудь сориентировать по цене? Я и таксирую. Да? У вас нос выпал. Правильно. Стенд с самого начала. 90 лир от 90. Я думаю, наверное, самое интересное. Мы его с вами вначале пропустили. Так что, если вы досмотрели до конца, вы об этом узнаете. Вот я не знаю. Нет цены на них. Я так думаю, тут написано вот 90 лир. А вот, вот. Я вижу, вижу. 110 лир. 120. И 190. Так, ну вот 110 лир. Неплохо, неплохо. Вариант. Так, также здесь еще есть чемоданы. Вот такой огромный чемодан. Просто огромнейший. 570 лир по карте. Маленький 480. Ну и вот такой вот выбор. Интересный такой чемодан. У нас с вами начался детский отдел. Девочки по 150 лир кроссовки. 250 и 220. Девочки-малышарики. Так, от какого он размер начинается? От 21-го вижу до 25-го. Такие можно кедики прикупить за 200 лир. Но я бы не купила монечки, потому что они супер такие, твердые. Вроде как должно быть мягко-удобное. О, с блестяшками. Главное не показывать. 90 лир стоит. Тоже для маленьких 70 лир. Тоже от 21 по 25 размер. Такие супер теплые кроссовки. 90 лир. Уже для девочек постарше. 150 лир. 27-й размер. Ну и больше там. О, 80 лир. Так, ну я вам детское обещала чуть-чуть показать, да? Собственно, давайте еще немножко посмотрим. Ну да, подростковое. А вот есть такие приличные сапоги за 190 лир. Это все кроссовки до кроссовки. И вот такие за 140 лир. И пойдемте для мальчиков что-нибудь еще гулянем. Так, ну вот это прям подростки-подростки. От 31-го до 35-го. 200 лир. Для мальчиков кеды пола. Что-то мне кажется, здесь это самая распространенная фирма. 220 лир. Тоже 220. Вот есть самые такие бюджетные кеды. Смотрю, за 110 лир. 240 лир на подростков. Что не попадаются? 250 лир. Тоже такие подростковые размеры. Вон, с Человеком-пауком. Как мне показать? 110 лир. Дайте предложим Денису. Денис. С Человеком-пауком. Да. Потому что это мой размер. Понравилось? Ну вот тут есть всякие еще какие-то. Вот тоже Человек-паук. 140 лир. Да, Ламберджек. Да, показывал как раз их. А где для маленьких? Да, да, показывал. Вот 170 лир. Я не знаю, это футбольные или типа футбольные. Кто разбирается вроде там с шипами. Вот 170 лир можно купить. Тут еще есть специальная такая футбольная отбухь. Это подростковые или взрослые? Это подростковые, да. Это подростковые, да. Это 230 лир. 230 лир. Мне кажется, это от 37-го и выше. Ах, хотя нет, кидс написано, да? Ну да, 40-й. Да. 40-й. 40-й, да, маник. Самый такой. А вот, да, 36-й, 39-й. В общем, для подростков именно вот такие футбольные. 230 лир, в общем, все вот эти стоят. Так, и малышариков. Мальчики 110 лир, самые маленькие. Наш малышарик, как вверх ногами. А в 80 лир такие ботиночки. Конечно, это весна-осень. Вот. Ну что, для мальчиков маленьких выбор поменьше. Ну, 200 лир. Прелесть, конечно же. Так, за 70 лир есть такие веселенькие. И за 130 лир. Блестят. Сейчас покажем Денису. Денис. Блестят. Вот это прикольно, подошва блестит. Подошва прикольная, мне кажется, чем вот эта бабочка.